Приветствую! В этом видео большой обзор камеры SV Bonny SV305 с примерами фото и видеосъемки Луны, планет и даже далеких галактик я тестировал камеру на трех телескопах разных оптических систем и во всех случаях она себя хорошо зарекомендовала вкратце, это цветная камера с возможностью также снимать в RAW крепкая упаковка в которой приехала сама камера с крепким корпусом камера также имеет крепкий корпус толстый металл, выглядит очень надежно, добротно после установки драйвера с диска и программы шарпкап камера тут же подключилась к компьютеру я настроил резкость по яркой звезде и в первую ночь удалось сделать фото шарового звездного скопления гамму выставлял 0.6 1.1 гейн на максимум параметры матрицы и камеры вы можете увидеть сейчас на экране поставив видео на паузу или прочитать по ссылке на магазин в описании особенности светочувствительный сенсор Sony буфер 128 мегабайт что помогает когда USB не успевает пропустить поток данных на компьютере или на ноутбуке давайте рассмотрим ее подробнее и я расскажу как я ее креплю к телескопу у этой камеры нет порта для гидирования телескопа но в новой версии 305 Pro производитель обещает это организовать в комплекте идет кабель подключения камеры к USB порту компьютера на самой камере перед матрицей есть фильтр отсекающий ИК но все же я дополнительно использую фильтр UV Irkut той же марки SWEBONI в комплекте к камере идет удлинительная трубка к которой я и прикрутил фильтр эта камера способна снимать как планеты и луну с высоким фпс так и с длинными выдержками можно снимать объекты далекого космоса яркие туманности, галактики и звездные скопления хотя как сами производители заявляют так и многие астрофотографы отмечают что все же в большей степени это лунно-планетная камера итак демонстрирую что у меня получилось заснять по планетам скажу сразу вы можете получить с такими телескопами и этой камерой намного лучше результат так как качество итоговой картинки зависит от многого фокусировка состояние атмосферы настройки параметров съемки принцип обработки полученного материала планеты снимал записью роликов с последующей обработкой в один кадр луна конечно шикарно детализация потрясающая вы уже можете посмотреть ролики у меня на канале сняты этой камерой ссылки будут также в описании а вот какие у меня получилось заснять звездные скопления а это планетарная туманность кольцо в созвездии лиры ради эксперимента на монтировку ЕКУ-2 я прикрепил очень дешевый телескопчик который вообще многие называют детской игрушкой вы видели или могли видеть у меня на канале его обзор это рефрактор с апертурой всего 60 миллиметров так вот я закрепил в нем камеру и был поражен результатом даже с помощью столь бюджетной техники если постараться можно получить снимки звездных скоплений и даже ярких туманностей чуть не забыл еще одна прекрасная особенность этой камеры возможность снимать с захватом изображения лишь с части матрицы это очень актуально при съемке планет или луны выбираем меньшее разрешение и смещаем курсором справа в окне программы шарпкап прямоугольник показывающий масштаб захватываемого изображения это позволяет получить больше фпс при съемках планет и луны но если все-таки фокусного расстояния телескопа не хватает для хорошего масштаба при съемках объектов космоса можно использовать линзу Бадлоу то есть мы устанавливаем линзу Бадлоу 2-3 кратную или больше в нее камеру и в телескоп то есть вот таким образом но учтите при этом поле зрения будет еще меньше еще меньше участочек неба захватывает камера при съемке еще в этом обзоре я хотел упомянуть о камере svboni sv205 ее все-таки особенность интересна в том что эта камера как мы уже с вами смотрели в моем обзоре способна работать со смартфоном или планшетом то есть эта камера на данный момент не имеет такой функции возможности и если вы куда-то выезжаете и у вас нет возможности вывозить с собой компьютер или ноутбук то тогда конечно 305 вам не подойдет тогда подойдет 205 но все-таки матрицы у них разные здесь хотя и 4k но она не такая скорострельная и не такая светочувствительная как 305 то есть учтите отличия есть очень большие кроме того здесь есть так называемое виньетирование то есть определенное цветной круг на изображение от него можно избавляться флет кадрами это описано в интернете но все-таки есть как бы нюансы отличия но я повторюсь с ноутбуком и компьютером лучше конечно эта камера а если допустим в демонстрационных наблюдениях выводить изображение на планшет или на смартфон или даже снимать на него USB-кам приложением то тогда 205 сразу поделюсь лайфхаком многие наступают на эти грабли когда впервые учатся снимать астрокамерами если из телескопа вытащить окуляр с диагональной призмой и поставить камеру то чаще всего приходится долго крутить ручку фокусера в поиске четкого изображения я взял свою первую линзу Бадлу скрутил с нее саму линзу и использую втулку как удлинитель чтобы быстрее поймать фокус на матрице и да ни в коем случае не снимайте камерой через диагональное зеркало это может сильно ухудшить результат на длиннофокусных телескопах получается настолько маленькое поле зрения при съемке камеры что даже галактика водоворот у меня на целестроне C8 не помещается в кадр в таком случае надо использовать так называемый редуктор или редюсер фокуса это отдельный аксессуар который позволяет уменьшить фокусное расстояние объектива телескопа и как следствие увеличить поле зрения при съемке астрокамерой за множество ночей съемки камера ни разу не подвела не зависла спасибо производителям за качество а магазину за быструю доставку всем рекомендую бренда Sveboni если я забыл что-то упомянуть или если есть вопросы пишите в комментариях будем разбираться вместе ну а я пошел наблюдать удачи! субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...